Несмотря на то, что графическим дизайном Диана Берг занимается лишь 5 лет, по образованию она экономист, сейчас это уже стало ее основной профессией. Более того, основы дизайна Диана уже 3 года преподает в компьютерной академии. Создание фирменных знаков – одна из специализаций дизайнера-преподавателя. Однако до последнего времени Диана никогда не создавала логотипов для городов и не участвовала ни в каких конкурсах. О конкурсе на лучший логотип Донецка она тоже узнала случайно из интернета за 3 дня до его завершения. Пожалуй, это единственное исключение, когда я решила поучаствовать в подобном конкурсе, ну только потому, что это мой родной город, потому что это Донецк, потому что не принять участие я просто не могла. Мало того, когда я узнала об этом, о конкурсе самом, мне еще, конечно, идей сразу не было, то есть это за 2 минуты не приходит. Но вот, ну, ей-богу, я знала, что я стану победителем, я 100%. Дело в том, что победа в конкурсе приснилась Диане Берг во сне. Однако фирменный знак Донецка надо было еще создать, причем в очень краткие сроки. Просто совместить классические символы Донецка Диана посчитала неправильным. Значит, поставить розу, тут хоба такой, значит, мяч, а тут, значит, террикон, тут еще, значит, какой-нибудь там, я не знаю, труба и, в общем, сердце. И получается такая вот солянка сборная, ну, это жесть на самом деле. То есть это страшно, это не логотип. Логотип должен быть простым и понятным, уверена Диана Берг, при этом сочетать в себе графическое отображение символов города. Должен быть простым, но при этом сочетать в одной, единственной графеями в одной форме сразу много значений. То есть чем больше в одной форме значений, тем лучше считается знак. Свой логотип Диана создавала, взяв за основу букву «Д», за главную букву в названии города. Однако знак воплотил в себе и абстрактное изображение розы, и террикон, и раскаленный докрасноуголь. Собственно, грани этого красного бриллианта или рубина, как его называют, и символизируют многогранность нашего города. Вначале логотип Дианы Берг был отобран комиссией в тройку лидеров, а потом по результатам открытого голосования на сайте городского головы стал победителем. Впрочем, создание логотипа и победа в конкурсе – это только начало работы над фирменным знаком, считает Диана Берг. Ведь созданный ею красный бриллиант – это лишь форма, концепция, которую теперь надо развивать. Именно этим и собирается заниматься дизайнер в ближайшем будущем. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.